Библейский портал экзегет.ру представляет Бог сказал Иакову, встань, пойди в Вифиль и живи там, и устрой там жертвенник Богу, явившемуся тебе, когда ты бежал от лица Исава, брата твоего. И сказал Иакову дому своему и всем бывшим с ним, бросьте богов чужих, находящихся у вас, и очиститесь, и перемените одежды ваши. Встанем и пойдем в Вифиль, там устрою я жертвенник Богу, который услышал меня в день бедствия моего и был со мною в пути, которым я ходил. И отдали Иакову всех богов чужих, бывших в руках их, и серьги, бывших в рушах у них, и закопал их Иаков под дубом, который близ Сихема. И отправились они, и был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлевых. Такие пять стихов рассказывают нам, как мы видим, о том, что Иаков, Бог повелевает Иакову, как сказано, встань и пойдем в Вифиль. Вифиль переводится как дом Божий, живи там и устрой там жертвенник. Мы с вами говорили неоднократно, что жертвенник — это всегда образ молитвы. Вспоминая псалмопевца Давида, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. И здесь Бог призывает Иакова сотворить очередную молитву, благодарственную Богу, и указывает на то, что иди и сотвори эту молитву там, когда ты бежал от Исава, брата твоего. Мы помним эту историю, историю, связанную с Исавом и Иаковом, когда Иаков восхитил первородство Исава за чечевичную похлебку, где Исав пренебрег своим первородством, как мы помним, и сказал, что мне до этого первородства, когда я голоден. И вот Бог призывает его, и мы дальше видим второй и третий стих, и четвертый, и пятый, говорится о каких-то других богах. Откуда взялись эти другие боги, другими словами, идолы в доме Иакова? Известно, что мы помним, когда Рахиль бежала, жена Иакова, вместе с ним от отца своего Лавана, то он преследовал ее, и у нее были эти идолы, которые она скрыла, и Лаван ничего не нашел. Но, тем не менее, эти идолы присутствовали, и суеверия в народе Иакова присутствовали, и поклонение идолопоклонства тайное тоже было, которое было связано с многочисленными суевериями и прочей веры, непотребной, и которая была противна очам Божьим. И Бог повелевает освободиться от этих идолов, и, как мы видим, что весь народ слушает повеления Иакова, приносит этих идолов, и он закопал их возле дуба. В нашем современном мире тоже есть различные идолы, к которым мы привыкли, и порой даже их не замечаем. Ну, например, таким относится множество суеверий, которые наполняют нашу жизнь. Зачесалось там у человека правой ладони, он говорит, ну, вот это к знакомству. Зачесалось левое, говорит, вот к деньгам. Сегодня уже люди в нашем мегаполисе придумывают и следующее, что может как-то защититься от уборки за своими любимыми питомцами. Мы знаем, что в городе Москве очень много собак, и многие говорят о том, вот новой суеверии мегаполисной возникло, что если ты наступил вот в этот подарок собачий где-то там на лужайке или в песочности, это тоже к деньгам, ничего страшного. Вот, наверное, такое какое-то утешение людям, некий бонус, как сегодня говорят, чтобы не было такого пренебрежительного отношения. Но, с другой стороны, это как-то смягчает и ответственность людей, смягчить ответственность людей, которые, в общем-то, должны убирать, если они любят своих питомцев. И множество других суеверий, которые проникают не только в светском мире, но и у нас внутри церковно, есть такой, даже уже сложился термин, как геронтомания. То есть геронта — это старец, а мания — это поиск. И вот люди ищут, где найти старца, как он мне посоветует, что он мне скажет. Причем, ища старца, даже и не задумывается о том, а будет ли он учить согласно святого отеческому преданию, а будет ли он учить тому, как говорит об этом божественное откровение. Порой лишь смотря на его внешность, там длинные волосы, большая борода и прочие вещи. Свидетель Григорий Богослов предупреждает по этому поводу и говорит, что не смотри на старца, тот, который стар годами, но смотри на того, который учит согласно божественному откровению. Очень важное замечание. Поэтому для того, чтобы найти действительно руководителя духовной жизни, необходимо самому, как говорит апостол Павел, «вникая в себя и в учения, этим себя спасешь и слушающим тебя». Также мы не имеем права наблюдать за, скажем, грехами священно-началья, но мы имеем право и даже должны наблюдать за тем, право ли учат. Но для этого нам самим необходимо знать хорошо священное писание, святоотеческое наследие. Итак, мы видим, что здесь люди слушают Иакова, они освобождаются от этих идолов. Это и призыв к нам с вами переменить одежды, оставить тот мир, в котором мы жили раньше. По слову апостола Павла, который я часто упоминаю, который так и говорит, «Не сообразуйтесь с веком сим, а преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Что же в пятом стихе, на который стоит обратить внимание, что же за ужас, о котором здесь сказано, «И был ужас Божий на окрестных городах, и не преследовали сынов Иаковлю их». Почему должны их преследовать? Здесь нужно вернуться на одну главу назад, нам с вами и вспомнить. В 3-4 главе мы помним, что Дина, которая вышла полюбопытствовать и оделась в одежды тех людей, которые окружали языческие одежды, которые окружали народ израильский и Иакова, и людей, которых он вел. Она вышла полюбопытствовать, была, помним, как взята насильно, то есть изнасилована хихемом. Он хотел ее даже взять себе в жены, но сыны Израилевы поступили, в общем-то, коварно. А Иаков, как мы помним, был огорчен. Когда они сказали, что они должны были сделать обрезание, они долгое время болели, они напали на них и всех перебили. И после 3-4 глава так и заканчивается предыдущая, что Иаков был весьма огорчен тем, что они мстили. Хотя в некой мере это с точки зрения человеческого было и как бы правильно, но с точки зрения Божьей, мы с вами говорили об этом неоднократно, сказано в законе Божьем, не мсти, ну дай место гневу Божию, не мсти за себя. Этот принцип всегда есть и всегда существовал. Поэтому месть никогда не приводила к какой-либо правде, как таковой правде Божией. Итак, мы видим, что они не были преследованы ими, этими языческими народами, за могли бы тоже отомстить, потому что Бог поборал за них. В книге Исход, например, 23 глава, можем прочитать, как Бог обещает народу, что Он будет везде сопровождать Его и защищать свой народ, лишь бы только народ был верен Ему. Это 23 глава с 20 стиха. «Сказано, вот я посылаю пред тобой ангела хранить тебя на пути и вести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом Его, то есть пред лицом Божьим, слушай голоса Его, не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Очень важные слова «не упорствуй». Ошибаться действительно может каждый, но зачем же упорствовать? Вот это упорство, когда человек понимает, что заповедь Божия ему говорит «не прелюбодействуй», он знает это, но прелюбодействует. Заповедь Божия говорит человеку «не лжесвидетельствуй», человек знает это, но лжесвидетельствует. Заповедь Божия говорит человеку «не убивай», человек знает это, но убивает. Заповедь Божия человек говорит «почитай отца и мать», но человек даже забывает позвонить своим родителям в канун Рождества или на Пасху поздравить их и сказать «Христос воскресе, воистину воскресе». Поэтому ошибаться может каждый, но когда есть упорство, это есть противление Богу. А противление Богу — это есть противление Духу Святому. Как мы знаем, противление Духу Святому, Христос говорит, все простится человеком, только не простится хула на Духу Святого. Здесь надо нам быть всегда внимательными и осторожными к своей духовной жизни, которую мы стараемся так или иначе с вами вести. Поэтому Господь говорит, если будешь блюсти себя пред лицом Его и слушать голоса Божия, то Господь будет везде защищать и хранить тебя, посылая ангел-хранителя. Поэтому здесь они не могли никак повредить Иакову и его народу, потому как Бог охранял их. Иаков поступал по заповеди Божией. Пришел Иаков в Луз, как далее сказано, в земле Ханаанской, то есть в Вифиль, самые все люди, бывшие с ним, и устроил там жертвенник, и назвал себе место Эл-Вифиль, то есть Дом Бога, как я и сказал ранее. Ибо тут явился ему Бог, когда он бежал от лица брата своего. Мы помним эти события, когда он видел и лестницу, прообраз Богородицы. И умерла Девора, кормилица Ревеки, и приговорена ниже Вифиля, подобом которой и назвал Иаков дубом плача. И явился Бог Иакову, и возвращение его из Месопотамии, и благословил его. И сказал Бог, имя твое Иаков отныне, ты не будешь называться Иаковом, но будет имя тебе Израиль, и нарек ему имя Израиль. Десятый стих, очень важно на него обратить внимание. Мы видим, что здесь умирает Девора, кормилица Ревеки, то есть матери Иакова. Мы знаем, кто такая кормилица. Это когда у женщин, например, нет молока, то тогда брали в кормилице, и она считалась как приемной матери, то есть вскормленной молоком Деворы. Поэтому здесь плач был по ней, так как Иаков ее считал, в общем-то, своей матерью, потому что был вскормлен Деворой. Но дальше вот интересный десятый стих, и его нельзя никак просто так пропустить. Мы видим, что здесь говорится о том, что Израиль теперь будет называться, Иаков теперь будет называться не Иаковом, но Израилем. Мы помним, что в 32 главе уже было так сказано, что имя тебе будет Израиль. Что здесь снова повторяется одно и то же событие? Что здесь Иаков не понял, что ему сказал Бог, почему ему нужно было повторить второй раз? Бог, в общем-то, иногда повторяет несколько раз и возобновляет завет с народом Божиим. Но в этой ситуации здесь можно проследить, скажем, не то чтобы неточность, но есть более точный дословный перевод. Там в 32 главе, там он говорит Израилю, что будет тебе имя Израиль в будущем времени. Ну, в будущем времени. Так вот можно перевести, 32 глава, 27-28 стих. И сказал, как имя твое, в 32 главе. Он сказал Иаков, и сказал ему, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одаревать будеши. То есть здесь говорится, что как имя твое, и сказал, отныне имя твое будет. Стоит будущее время, что имя твое будет. А теперь Бог здесь, когда мы читаем этот перевод, утверждает, теперь тебе уже имя Израиль. То есть там было пророчески, здесь уже утверждение. И повторение как бы возобновление, и так, и так. Можно рассмотреть этот стих, но он важен, потому как у нас возникают некоторые вопросы. Почему и зачем? Вот такой ответ, что Бог там говорит, что будет тебе имя Израиль, а здесь говорит тебе уже имя Израиль. То есть Израиль означает, как библейское имя, что ты теперь отец, который великий, или князь великий, или принц божий, или Бог правит, или Бог судит. Очень многозначительное имя. Преподобный Антоний Великий также пишет, что Израиль, можно перевести это имя, как ум, видящий Бога. Вот его третье послание, толкование на Бытие, 32.24.30. Цитата. «Человек разумный, который приготовил себя к освобождению пришествиям Иисуса, знает себя самого в своей умной сущности. Ибо тот, кто знает себя, знает и промышление Творца, и все, что творит он со своим созданием». Очень важное указание Антония Великого, что весь смысл христианской жизни в том, чтобы вникать в себя, то есть познавать себя и учение, любовь к Богу и к ближнему. Чем больше человек узнает себя посредством впитывания, можно так сказать, божественного откровения в свою жизнь, то есть растворяя веру, любовью, сердце, исполнением заповедей Божьих, тем он больше познает Бога, потому как человек есть образ и подобие Божие. И мы видим, что преподобный Антоний Великий так и пишет, основатель монашества. «Ибо тот, кто знает себя, знает промышление Творца, и все, что творит он со своим сознанием, со своим созданием». То есть мы видим, что сегодня есть настолько отвлеченность человеческого разума средствами массовой информации, что говорят, что настолько человек сегодня, вот врачи, психотерапевты, настолько человек перенасыщен не словом Божьим, а наоборот информацией разной, которую он даже порой не может переваривать. То есть одна информация, вторая, третья, четвертая, все это в человеке, как некий такой духовный винегрет, даже духовным это его сложно назвать, просто информационный скорее винегрет, и человек не может даже сосредоточиться на чем-то, он все делает как-то наскоком, нахватом, все поверхностное, не может вникнуть ни в себя, ни вообще в то, чтобы проанализировать то, что ему сказано. Ну, например, есть такой фейк распространенный, о котором я уже неоднократно говорил, и сегодня почему-то все ему верят беззаговорочно. Например, как некая мантра звучит, там «ученые доказали, и дальше то-то, то-то, то-то». Или «ученые доказали, что мир произошел случайный». «Ученые доказали, что это вредно» и так далее. То есть вот эта вот формулировка «ученые доказали». Всегда хочется спросить, какие ученые, где, что это за люди? Или, как интересно было сказано, нарушаются права человека. Хочется действительно спросить, какого человека? То есть где конкретика? Конкретики нет. И в этом смысле действительно, как пишет Антоний Великий, что человек, ибо тот, кто знает себя, знает и промышления Творца. Иаков знал себя, он вникал в свою жизнь, он вникал в свой внутренний мир и выстраивал его по заповедям Божьим. Так и дальше продолжает Антоний Великий. Если человек знает свое истинное имя, то есть свое призвание, не то, что имя Андрея или Александра, а истинное свое призвание, он увидит и имя истины, так пишет. Потому что Иаков боролся ночью напролет с ангелом, с большой буквы. Имя его оставалось Иаков. Но когда наступило утро, имя ему было дано Израиль, что значит «ум, видящий Бога». Конец цитаты. То есть из этой фразы преподобного Антония Великого, из этой цитаты и его слова, мы видим, что ночь — это состояние греха. Но когда в человеческом разуме, в человеческой душе есть прозрение и озарение, освященное Слово Божиим, ибо сказано, Слово Божие освящает человека, тогда и имя человека меняется. Не случайно в монашеской традиции, в православной, человеку при постриге дается другое имя. Новая жизнь, прежнее прошло, теперь все новое. И мы читаем далее с вами. И, как сказано в 11 стихе, «Сказал ему Бог, я Бог всемогущий, плодись и умножайся, то есть нарождай детей, народ, и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из шресла твоих, землю, которую я дам Аврааму и Исааку, я дам тебе, потомству твоему по тебе дам землю сию». То есть мы видим, что те обещания, которые были Аврааму, те обещания, которые были Исааку, теперь эти обещания дает Бог и по наследству Иакову. Итак, далее в 14 стихе сказано, что Иаков устроил памятник и поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. И нарек Иаков имя, место сему, на котором Бог говорил ему, Вифиль. И отправились из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, «Не бойся, ибо это тебе сын». И когда выходила из нее душа, ибо она умерла, то нарекла ему имя Бенони, но отец его назвал его Вениамином. Интереснейшее здесь указание. мы видим, что Рахиль рождает долгожданного ребенка, второго ребенка, и при этом умирает. Первый Вениамин, второй Иосиф, младший сын Иакова. Здесь событие интереснейшее в том, что она дает имя и говорит, что будет Бенони, переводится как «сын страдания». Потому как мы видим из контекста, это видно, что роды ее были трудны. Но Иаков не хочет, чтобы это было постоянным напоминанием в его жизни и в его народе. И говорит, нет, будет Вениамин как сын обещанный, то есть что сын обетования. И далее мы читаем, умерла Рахиль и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Ефлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник. Это надгробный памятник Рахиле до сего дня. И отправился Израиль, и раскинул шатер свой за башню Гадер. Во время пребывания Израиля в той стране Рувим пошел, переспал с Фуалою, наложница отца своего, и услышал Израиль, сынов, же у Иакова было двенадцать. То есть мы видим, что одна беда не приходит, как говорят, одна. Говорят, одна беда не приходит дважды, но в этом случае можно сказать, что иногда бывает такая цепь каких-то неприятных событий. Только умирает его любимая жена, как мы помним, за которую он работал два срока у Лавана. Вот наконец-то ждал он сына, которого Бог обещал ему. Но здесь мы видим, что Рувим, старший сын, о котором был от Лии, он оскверняет ложа отца своего. Фактически в его семье совершается грех кровосмешения. И как было сказано, что Иаков был очень сильно огорчен этим. Но мы увидим, что это не останется без последствий в отношении к Рувиму. Он при благословлении Иаковом двенадцати колен, Израиле их двенадцати сынов, об этом говорится в дальнейшем 49 главе книги Бытие, будет за это наказан благословением Отца. Вот как об этом сказано, 49 глава, 3 стих. Рувим, первенец мой, ты крепость моя и начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества. Но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты зашел на ложе Отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел на нее. То есть, мы видим, что Рувим этим самым грехом, грехом кровосмешения, он теряет свое первородство. В сегодняшнем мире, к сожалению, все эти грехи настолько распространяются, как Содом и Гамора. Не хочу говорить о том, что мне рассказывают, что творится в сетях интернет, но страшное состояние, к которому может привести человека такой грех, как грех кровосмешения. Лишение первородства. Что значит было тогда лишение первородства? Тогда лишение первородства человек терял все права, как первой, то есть, все права быть наследником Отца своего. Что сегодня для современного человека, если он впадает в этот грех? Тем более, для православного христианина, который крещен в православной церкви. Что для него? Он теряет свое первородство. Он теряет, он как бы выпадает из церковного общения. Поэтому здесь, если кто-то и впал в этот грех, просто надо призвать к очень серьезному осмыслению всего этого и покаянию. Итак, сыновья Лии, первенец, дальше перечисляется, Якова Рувим, по нем Симеон, Левия, перечисляется вся ордословная. И 29 стих рассказывает о том, что погребли, умирает Исаак, 29 стих, испустил дух свой и умер, и предложился к народу своему, был честар и насыщен жизнью, и погребли его Исаф и Иаков, становя его. Видим, что Исаф и Иаков вместе погребают отца своего. Это правильная древняя традиция, которая звучит и уроком для нас сегодня, что если действительно умирают наши близкие, наши родные, родственники, тем более родители, необходимо всем, детям, племянникам, родственникам, собираться без всякого приглашения, чтобы помочь отправить, как говорят у нас, в последний путь, то есть этот земной жизненный путь, и если этот человек был действительно, как Исаак, насыщенный жизнью, как здесь сказано, то есть праведной жизнью, то и помолиться за него, о его упокоении, чтобы Господь его сохранил, пройдя через мытарство и определил в преддверии рая. Итак, мы видим, что 35 глава рассказывает нам о событиях, что Иаков, как мы и сказали, выходит, продолжает свой путь в дом Бога, в Вифиль, он освобождается от идолов, народ его слушает, далее утверждается его имя Израиль, что он теперь князь, что он теперь некий такой образ Божий для окружающих людей, далее мы видим, что рождает Рахиль, но умирает, далее Рувим оскверняет ложь отца своего, тем не менее, есть и смерть, и радость рождения, далее мы видим, что умирает Исаак, его погребают, то есть, в общем, когда мы читаем Священное Писание, то, вникая в него, мы видим, что это в той или иной степени образы нашей жизни, здесь и горе, здесь и беда, здесь и какие-то нестроения, здесь и тяжкие грехи, все это было, все это есть, независимо от того, в каком бы времени человек не жил, потому как сегодня говорят, вот времена такие, времена тяжелые, надо сказать, что грешили всегда, и некоторые говорят, давайте вернемся к дореволюционному времени, вот там была тишь да гладь, да Божья благодать, это иллюзия, на самом деле, люди согрешали всегда, при любом политическом или каком иерархическом строе, при патриархах, как мы видим, грешили, при пророках грешили, при империи российской, тоже люди впадали в согрешение, поэтому от перемены политической власти грех не упраздняется, потому как грех глубоко живет внутри человеческой природы, и в этом смысле исправление нужно начинать не с внешних каких-то факторов, сейчас мы тут чуть подкрутим, немножко в экономике подвинтим, и вся у нас жизнь пойдет как по маслу, это опять же повторю, что иллюзия, необходимо начинать исправление с себя, необходимо вникать в свое сердце, необходимо вникать в свой разум, необходимо его приучать и свою волю приучать по молитве Отче наш, ведь мы же ее читаем каждое утро, и в храме вместе поем, и когда садимся за трапезу, здесь такие слова, да будет воля твоя, як на небеси и на земли, но часто мы делаем так, да будет воля твоя, произносим, но творим всегда подчас свою волю, поэтому и в нашей жизни есть и скорби, и беды, но все они посылаются Богом лишь для того, чтобы исправить нас на пути ко спасению. Мы видим, что Иаков не совершает никакого греха, мы видим, что он везде следует Божию промыслу и Божию слову, но тем не менее, так или иначе, и в его семье есть вот такие вот неурядицы, они тоже происходят по промыслу Божию, какой иногда нам неведомо, но мы всегда понимаем и знаем лишь одно, то, что у нас написано на нательном кресте, если мы с вами прочтем его с обратной стороны, там написано «Спаси и сохрани». Эти слова означают, что Бог, единственное, что Он хочет по отношению к нам, это спасти нас для вечности и сохранить в этой жизни. Продолжение следует...